Мы постепенно переходим к следующей теме нашего эфира, это тема оккупированных временно неподконтрольных территорий Украины, которые сейчас контролируют вооруженные силы Российской Федерации. Мы говорим откровенно и говорили это еще до начала полномасштабной агрессии Российской Федерации в эфире телеканала ДОН, в эфире телеканала ЮЭТВ, о том, что Россия это страна-оккупант, это страна-агрессор, если судить исключительно по действиям последних 30 лет. Российская власть старается закрепиться на оккупированных украинских территориях и с каждым днем придумывает новые способы пропаганды, вместо того, чтобы вернуть людям то, что они имели до начала оккупации, это по крайней мере вода, это газ, электрика, это то, что было сделано в деоккупированной Буче, Ирпине, Гастомеле, других городах Киевской области и селах, меньше чем за неделю. Это то, на что российские оккупанты не способны, к сожалению, для местных жителей, которым приходится жить под оккупацией. Детальнее о ситуации, детальнее о городах, которые ныне оккупированы временно Российской Федерации, расскажет моя коллега Влада Цуркан. Оказание медицинской помощи. Медицинские учреждения. Вот такие автомобили завезли оккупационные власти в Мариуполь, чтобы круглосуточно рассказывать местным жителям, выжившим после двух месяцев бомбардировок, как хорошо они теперь заживут в разрушенном российской армии городе среди братских могил без воды, света, продуктов и лекарств. Оккупационные власти активно приступили к улучшению жизни мариупольцев. Не столько в реальности, сколько в убеждении. В пунктах выдачи гуманитарной помощи, пунктах оформления документов и местах доступа к воде без остановки крутят пропаганду об улучшении жизни. Еще один обязательный атрибут российских оккупантов на захваченных украинских территориях – фильтрационные лагеря. Через унижения и пытки в них, по самым скромным оценкам правозащитников, прошли тысячи украинцев. Не продолжают задерживать во время этих фильтрационных мероприятий украинских граждан, их задерживать, по сути, не сообщать родным про их судьбу и, в принципе, держать их в заложниках. Мы сейчас даже не можем назвать ни примерной численность таких людей, ни полный перечень населенных пунктов, где такие места содержания, развернуты сейчас. Но мы точно знаем, что речь идет уже про сотни людей, которые таким образом задержаны, если не про тысячу. На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей представители Кремля теперь частые гости. К примеру, неделю назад в захваченные российскими войсками Херсон приезжала вице-спикер Госдумы РФ. А накануне та самая Госдума упростила жителям Запорожской и Херсонской областей процедуру получения российского гражданства. Как это было на оккупированных территориях Донбасса задолго до полномасштабного вторжения. Что, в общем-то, свидетельствует о том, что происходит дальнейшая эскалация такой российской политики на оккупированных территориях, попытка распространить и насадить российскую власть там. И попытка в дальнейшем использовать эти российских паспортов как обоснование легализации даже российского присутствия в регионе. Узаконивая свое присутствие на оккупированных территориях, россияне избавляются здесь от всего, что напоминает об Украине. Одновременно пытаясь убедить местных жителей, якобы страна их бросила, а украинская армия разгромлена. К примеру, в Херсоне заблокировали любые связи с внешним миром, сотовая связь и украинское телевидение. Наши частоты теперь используют российские СМИ для своей пропаганды. Влада Цуркан специально для телемарафона Freedom на телеканале UA. Сейчас с нами на связи Петр Охотин, политолог, человек, который знает непосредственно, какая ситуация на фронте, который видел то, что происходит и довольно эффективно решал вопрос нахождения вооруженности в Российской Федерации на территории Украины. Петр, здравствуйте, рад вас приветствовать в нашем эфире. Рад вас видеть, желаю всем здоровья. Аналогично. Знаю, что у вас немного времени для разговора, но тем не менее. Вы были на фронте. Я не буду сейчас говорить, где вы конкретно находитесь, да, дабы не давать там и противнику определенных наводок. Но тем не менее, то, что вы видели своими глазами на территории, которая подконтрольна украинской власти, и зная ситуацию, что происходит на территории, которая не подконтрольна, которая оккупирована Российской Федерацией, хочется, чтобы вы провезли параллели, что делает украинская власть для освобожденных территорий, и что делает российская власть для оккупированных ею территорий. Для того, чтобы увидеть, что делает украинская власть, достаточно приехать в такие города, как, например, Ахтыр Косумской области, как, например, Буча и Ирпень, и увидеть, что уже сейчас силами местной власти, силой в том числе и частных корпораций, которые отвечают за инфраструктурные проекты, идет полнейшее возобновление. Кроме того, украинской власти, в частности, таких людей, как Юлия Свириденко, как Офис президента, идет большая работа по привлечению именно денег, потому что Российская Федерация целенаправленно бьет по инфраструктуре. И в этом есть главная разница. Пока Украина возобновляет, невзирая на угрозу полномасштабной атаки, старается напугать и уничтожить инфраструктуру, украинская сторона ее возобновляет. Еще очень немаловажный аспект. Если мы говорим о территориях, которые где-то в 60 километрах от так называемого ноля, то есть зоны ведения боевых действий, то есть там, где еще возможна мирная жизнь, я вижу, что коммунальные власти, невзирая на все, делают чистоту, белые бордюры, все красиво. Понятно, что там, где уже ноль и все уничтожено, там никакой жизни, к сожалению, нет. И вот это и есть такая вот черта, где Россия показывает свое лицо. Для того, чтобы понять, чем отличаются Украина и Российская Федерация, можно смотреть даже не на примеры Украины на оккупированных территориях. Давайте посмотрим, что Российская Федерация сделала в Абхазии, что Российская Федерация сделала в Приднестровской и Молдовской Республике. То есть мы видим, что это разруха и создание такого себе серого пояса, своеобразного чистилища для того, чтобы какой-то виртуальный враг не смог на Российскую Федерацию напасть. Опять-таки, если говорить, что делать с оккупированными территориями, в частности, с теми городами, куда все-таки оккупанты вошли, я вижу, что нужно делать большее привлечение негосударственного сектора, в том числе правозащитников из тех стран, которых Российская Федерация может пустить к себе в страну. Я имел подобный опыт в 2014 году, когда ездил с правозащитными миссиями в составе украинских и польских депутатов. И это все нужно документировать, переводить на разные языки и ознакомливать с ними мировую общественность. Потому что в любом случае документация — это то, что поможет нам не только когда-то просить, точнее требовать штрафов от Российской Федерации, так называемых репараций, это то, что может уже сейчас помогать людям, которые находятся под оккупацией. Потому что если это активисты, если это люди с гражданской позицией, их кейсы, их ситуации должны быть публичными для того, чтобы российская администрация банально имела больше желания не просто этих людей предоставлять пыткам, а выдавать Украину или вообще дать им свободу. Петр, знаю, что у вас не так много времени, поэтому последний вопрос, и буду вас отпускать. Вы непосредственно видели, что делает Российская Федерация на территории Украины. Если не ошибаюсь, вы были на передке, на нуле, как называется. Я был в Луганской области на нуле, и сейчас нахожу в Донецкой области. Вот, вы видите, что делает Вооруженная Сила Российской Федерации. Отложим сейчас аспект, то, что делают украинские бойцы, то, что вы делали, украинские воины, которые охраняют, освобождают по мере сил украинские Донбассы, другие украинские территории. Кто такой, по вашему мнению, попрошу цензурно только, российский солдат. Вот, какой образ у вас сложился, когда вы видите не информацию из интернета, да, видео от наших бойцов, а конкретно побывали на нуле, конкретно увидели их действия. Для вас сложился этот образ солдата российского и самой машины военной российской? Ну, российская военная машина — это, прежде всего, люди, которые, как это бы не звучало, готовы умирать за свои идеи, что они успешно делают на украинских территориях. Я не имел общения с ними живого, прямо коммуницировать. Я не спрашивал, как у них дела, и, честно говоря, не хотел для этого есть другие органы. Из того, что я вижу, я понимаю, что это, скорее всего, люди, которые погружены в свой информационный пузырь. Это люди, которые хотят убивать украинцев. Это люди, которые имеют о нас представление как о нелюдях. То есть дегуманизация противника российской власти, к сожалению, имеет очень много того, что потом порождает. Такие вещи, как зверство в буче или в верпине. Опять-таки мы можем посмотреть, как документы, все телеграм-каналы, которые ведут российские пропагандисты, и понимать, что, в принципе, политруки Российской Федерации информацию черпают оттуда. Это Александр Коц, это телеграм-канал Старшая Эды. И мы видим, что, в принципе, там четко написано, что украинцев нет почему жалеть, если даже украинских военнослужащих надо брать в плен, для того, чтобы обменивать их на специалистов или на количество. И это говорится прямым текстом. И, собственно, мне кажется, что это больше всего русского солдата от украинского солдата. Потому что украинским бойцам вооруженных сил Украины или территориальной обороны никто и никогда не давал инструкции о том, что на той стороне воюют нелюди. То есть мы все понимаем и подписываем много документов о том, как вести себя в своем направлении, о том, какой статус комбатантов, какие есть права и обязанности у украинских военнослужащих, как относиться к людям с другой стороны. Думаю, что в Российской Федерации, как в стране, которая публично вышла из международных соглашений по многим вопросам, такого нет. А есть прокачка о том, что мы нацисты, мы нелюди, и нас надо уничтожать. И это очень плохо. В том числе это обмирангом возвращается под тех российских солдатах и представителей террористических организаций ЛНР и ДНР, которые приходят на украинскую территорию. Петр, говорю вам огромное спасибо. Отпускаем вас и говорю спасибо вам огромное за то, что вы делали, будучи и делаете, будучи политологом, и за то, что вы делаете, взяв в руки оружие и защищая украинских мирных граждан от российской агрессии. Спасибо вам. Напомню, что Петр Охотин был с нами на связи, а политолог, ранее ставшим бойцом территориальной обороны, защищавший украинские редуты. Добавлю, что советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем телеграм-канале заявил, что как только Россия истощится, потеряет наступательный потенциал, то Украина, а в это время Украина накопит достаточно сил, юг нашей страны обязательно просто будет освобожден. Даже тут вопросов нет. Давайте детали услышим далее. Россия очень активно пытается сформировать у южан мнение, что Украина их покинула, а русский мир пришел надолго. Полный бред. Имеем классическую российскую психологическую операцию, вызвать чувство смуты и большой обиды брошенных, а потом конвертировать это в гнев оскорбленных. Вся военная машина работает на то, чтобы прямо сейчас сдержать агрессивное наступление врага на востоке страны. Кремль бросает в бой все, что есть, но время на нашей стороне. Как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил, юг нашей страны будет обязательно освобожден. Это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года. Украинский флаг снова будет развиваться над Херсоном. Не завтра, но скорее, чем кто-то может себе представить. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. Ну и также так называемые местные власти на территории украинского юга, которые, к сожалению, временно не подконтрольны украинской власти, официальные и настоящие, давайте так, они начинают процессы выдачи незаконных паспортов Российской Федерации, российские прокремлевские СМИ об этом вовсю, по крайней мере, трубят. В Евросоюзе заявили следующее, уверены, что никто в мире не признает законность выдачи паспортов России на оккупированных территориях Украины из Запорожской области, об этом написал посол ЕС в Украине Матемасикас. Давайте услышим детали. Российские оккупационные силы были вынуждены отказаться от всех идей проведения референдума в Херсонской области из-за отсутствия какой-либо поддержки. Почему они думают, что запланированная сейчас паспортизация будет лучше восприниматься? И в любом случае, такие акты никто и никогда не признает. Также в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки осудили упрощенную процедуру получения российского гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей. Там считают, что такой шаг, я цитирую далее, слабо замаскированный шаг, чтобы покорить украинцев. Конец цитаты. В то же время советник главы Офсопрезидента Украины Михаил Подоляк дал и свою оценку этому процессу, незаконному выдаче паспортов Российской Федерации на украинских временно оккупированных территориях. Давайте сейчас услышим. Любые попытки раздавать российские паспорта на оккупированных территориях юридически бессмысленны и бесперспективны. Украинский паспорт в мире сегодня – символ храбрости и героизма. Российский паспорт – метка изгоя. Наши люди свободно путешествуют по миру без виз и границ. Зачем им билет в РФ в концлагерь? Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины в Твиттере. Ну и также российские оккупанты в Мариуполе решат продлить учебный год до 1 сентября. По словам советника мэра города Петра Андрющенко, россияне хотят открыть 9 школ и все лето преподавать детям русский язык, русскую литературу, историю, чтобы подготовить их к обучению по российской программе. Ну, не думаю. Свою оценку, я думаю, даст и представители украинской власти вот подобному процессу и желанию представителей Российской Федерации. Оккупационные власти принудительно саждают также в украинских учебных заведениях российские стандарты образования, в кавычках, и заставляют проходить переподготовку около для 3,5 тысяч преподавателей, учителей. Поэтому отмена российской культуры в Украине очень важна. Так считает Алексей Валевский, политолог, ведь культура несет имперские нарративы, то есть подавление каких-либо других культурных ореолов. Надо понимать, что пропаганда и культура — это разные формы деятельности. Запретить культуру, по сути дела, невозможно. Но давайте сейчас господина Валевского услышим. Пропаганда — это всегда насилие. Это всегда ситуация, когда с помощью информационных или смысловых установок человека лишают права выбора. Вот это пропаганда. Это всегда насилие, это всегда борьба, это всегда принуждение. А культура — это всегда, если это настоящая высокая культура, это всегда свобода выбора, смыслов, ценностей, развития личности и так далее. То есть пропаганда может использовать культуру, и она часто использует культуру. Но тем самым она во многом искажает эту культуру. Отказаться надо от диктата, от принуждения, от навязывания каких-то культурных смыслов. Вот это да. Вот здесь мы этот процесс должны всячески поддерживать. Ну и также добавлю, что главарь группировки ДНР Денис Пушилин в интервью кремлевскому изданию РИА Новости заявил, что временно оккупированная территория Украины на юге обеспечит рублями. Ну а, как говорит главарь группировки ДНР, пока нельзя сказать, что наличности полностью хватает. Также Пушилин заявил, что гривна уходит из Херсонской и Запорожской областей, соцвыплаты идут в рублях. Опять-таки это было от стата Пушилина, но, как было доказано уже в нашем эфире, никуда она не уходит. И добавлю также, что боевики так называемых ДНР и ЛНР в случае оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей захотят провести так называемый очередной референдум о преступлении в состав России. Опять-таки об этом сказал главарь группировки ДНР Денис Пушилин в интервью кремлевскому изданию РИА Новости. Далее прямая речь Пушилина. Итоги референдума такого вполне очевидны, вполне понятны.